Ракетная опасность. Всем спуститься в укрытие. Во второй губкинской школе действия в случае ЧС отрабатывают регулярно. Тем не менее, замечания есть. Например, пересеклись потоки детей. Да, мы получили замечания очень правильные. Тоже сейчас, посмотрев на учебную тренировку со стороны, мы понимаем, что нужно скорректировать наши действия. Это всё реально, мы это всё обязательно сделаем. Оборудованного подвала в школе нет. Дети спускаются на первый этаж, садятся вдоль несущих стен, там, где нет окон. Система оповещения работает. Всё отработано, соответственно, штатно. Каждый из руководителей, начиная с директора школы, классных руководителей, знает места, определённые как укрытие для каждого класса. И буквально за считанные 2-3 минуты было полностью перемещение наших детей. А это Старый Оскол, стационар окружной больницы. Комиссия просит показать, как организовано движение по узким коридорам. Проверяют и слышимость системы оповещения в самом дальнем помещении. С этим порядок. У нас шлейхо. Здесь мы проводим подсветку. Участвуют бойцы добровольной территориальной самообороны. Задача спустить в укрытие лежачих больных. Все члены самообороны у нас сегодня раскреплены за учреждениями социальной сферы, которые в случае возникновения каких-то непредвиденных ситуаций, чрезвычайных ситуаций, готовы будут через определённое время по сигналу отработать непосредственно на этих объектах. Чернянская школа номер один. Здесь сегодня тоже провели учения. По легенде, оповещение ракетной опасности. В здании указатели, убежище с запасом питьевой воды и аптечками. Генератора нет, потому тут фонари, свечи и спички. Что касается замечаний, недостаточно громкая система оповещения, а дверь в столовой закреплена саморезами, не открыть. Да, мы изучали элементы гражданской обороны, мы понимаем, но когда вникаешь в подробности, это, конечно, не всё так просто оказывается. Такие тренировки теперь будут регулярно проводить, в том числе и в отдалённых от границ муниципалитетах. Наталья Житниковская, Глеб Лыгерев. Такой день на мире Белогорья.